Здравствуйте! Кто подключается, пожалуйста, если это возможно, напишите, какой специальности вы, было бы интересно. Ну, я сегодня попробую сделать акцент на том, что как нам может пригодиться бутрицептик из плаценты в практике врача, даже для косметолога. Ну, и вообще, может быть, пригодится в практике врача вообще различных специальностей. Ну, немножечко я представлюсь, я расскажу о себе. Меня зовут Карина Ивановна Ниталовна, я руководитель, научный руководитель корпорации РАНа 2002 года. Вот, и занималась вопросами плацентарной терапии, исследованиями, которые проходили у нас в гастроэнтерологии, лимонологии, гинекологии, при синдроме хронической усталости. То есть все те направления, которые мы исследовали, я в них непосредственно принимала участие. И, зная все эффекты, не было слишком. Также в моем опыте работы это руководитель клиники. Я была в клинике врачом-координатором и назначала мультимодальную программу по омоложению, профилактике, по эстетическим программам. И в них включала как раз плацентарную терапию. И тоже наблюдала, какие эффекты у каких пациентов мы получали. Поэтому, если будут вопросы по вообще плацентарной терапии, я буду рада ответить на них в конце этого вебинара. Вот, и поделиться своим опытом. Но сегодня будет тема наша посвящена плацентарной капсуле Грейс Хайс. Вообще, вопрос такой достаточно спорный. У нас в России недостаточно понимания, что такое биологически активные добавки. Кто их должен назначать? Кто их должен покупать? Вообще нужны они или нет? Соответственно, давайте в этом разберемся. Биологически активные добавки – это не что иное, как вещества, полученные из животного, растительного происхождения, и которые нам помогают и предназначены для улучшения здоровья и улучшения качества жизни, соответственно. Это всего лишь добавки к пище. То, что мы не можем получить с едой по тем или иным причинам, которые я сейчас разберу, почему мы не можем. Это не лекарство. Это всего лишь восполнение недостающего в организме. Почему мы так стали нуждаться в биологически активных добавках, особенно в последние годы? Дело в том, что, в принципе, ни для кого не секрет, что экология у нас страдает. Растения уже растут с изначально пониженным содержанием микро- и макроэлементов. Соответственно, животные кушают эти растения, так же получается пустое мясо. То есть в зависимости от регионов по тем или иным микро- и макроэлементным составам идет огромный дефицит. Если человеку раньше можно съедать было до 5 килограмм овощей, фруктов и как-то восполнить необходимый ежедневный рацион по этим активным веществам, то сейчас надо съедать 15 килограмм. Чтобы было понятно, насколько дефицит в этих элементах происходит у нас в природе. Вторая большая проблема – это, конечно, гиподинамин. Раньше люди более были активные, более физическая была работа, соответственно, энергозатрат было больше, где-то на 3 тысячи, на 4 тысячи калорий в день. И в этот калораж умещалось, могло уместиться, ну, достаточное количество необходимых биологически активных веществ. Сейчас достаточно люди в гиподинамии, то есть пришли на работу, сели на метро, сели на машину, и расход энергозатраты – это около 2-2,5 тысяч калорий. То есть в этот калораж вообще невозможно внести все необходимое, то, что должен получить человек. Еще одна большая проблема – это то, что у большинства людей нарушена биологически активных веществ, нарушение проницаемости стенки кишечника, нарушение всасываемости. То есть в транзитер многое что выводится уже из организма и не усваивается. И несбалансированное питание, конечно. Потому что люди стали кушать более такую рафинированную еду с консервантами, с красителями, с загустителями. То, что уже убивает уже имеющиеся какие-то необходимые вещества. Все это нам дает комплекс проблем, почему человек тотально не получает микроэлементы, макроэлементы, аминокислоты, витамины. Соответственно, никак мы не можем воскормить этот дефицит только продуктами питания. Поэтому и создано такое направление, как биологически активные добавки. Они имеют определенную роль для организма в качестве нормализации процесса, в качестве поддержания организма в здоровом соотношении нормы. Соответственно, прошу не путать с пищевыми добавками. Некоторые пищевые добавки называют биологически активными добавками. Пищевые добавки – это красители, загустители, это, соответственно, различные консерванты, которые добавляются непосредственно в пищу для улучшения ее вкусовых качеств, для улучшения ее хранения и так далее. Они не имеют никакого потенциала по восстановлению организма, а наоборот мешают для усвоения этих продуктов. Потому что пища имеет огромное значение и все, что к нам в организм поступает, пришел уже весь мир к этому пониманию. И еще Гиппократ говорил, что человек есть то, что он ест. Соответственно, мы можем посмотреть на потребление биологически активных добавок в разных странах мира. В Японии практически 90% населения покупает и потребляет систематически те или иные пищевые добавки, биологически активные добавки. Это норма жизни, профилактики, предупреждения. Уже с молодого возраста начинает человек задуматься, что ему не хватает в рационе. Покупают даже, там не обязательно в аптеках, там в супермаркетах стоят вот эти биологически активные добавки для того, чтобы человек мог сам выбрать, что, по каким ингредиентам ему нужно сориентироваться и восполнить свой дефицит. В Америке это около 70% населения употребляют биологически активные добавки. В Европе около 30%. И у нас в России только 10% населения, которые регулярно принимают те или иные биологически активные добавки. Почему? Потому что нет понимания, что наши проблемы идут с того момента, когда идут предклинические симптомы. Люди не задумываются, почему у них раздражительность, почему у них усталость, почему у них нарушен сон. Когда уже идут какие-то биохимические отклонения, клинически выраженные отклонения идут к врачу. Те назначают лекарства, которые уже снимают те или иные симптомы. Не воздействуют на первую причину. Биологически активные добавки воздействуют именно на первую причину, восстанавливая, нормализуя, улучшая функции органов, систем и взаимодействия друг с другом. То есть предупреждая болезнь, не леча, предупреждая. И это как, в принципе, чем раньше об этом задумываются, тем лучше. Вот, поэтому сегодняшний вебинар как раз и посвящен тому, что насколько нам важно при встрече с пациентами, при встрече с нашими пациентами, которые пришли за эстетическими программами, продумать правильный подход и назначить им правильные биологически активные добавки с теми компонентами, которые восполнят их дефицит. Особенно пациенты, которые нуждаются в таких добавках, это, конечно, люди, которые несбалансированно питаются. Ну, которые подсчитают определенную виду, и за дня в день она будет повторяться. Которые кушают колбасу, жареную картошку, рафинированные различные продукты. Не задумываясь по диапазону белки, жиры и воды. Не употребляя достаточное количество зелени, зеленых, красных овощей и фруктов. Соответственно, эти пациенты уже изначально в глубоком дефиците по микро-макроэлементам тавитамина. Таких пациентов у нас, ну, практически все приходят, которые не умеют сбалансировать свое питание. Следующая категория пациентов – это патология печени. Причем я хочу сделать такой маленький акцент, что патология печени, как она будет проявляться? Это не обязательно нарушение транса не нас, да, а ЛТС, они могут быть нормами. Если человек приходит и жалуется на повышенную раздражительность, на плохой сон, на сухость, тусклость кожи, на пигментацию. Если у человека какая-то субклиническая форма депрессии, тревоги. Это все проявление, нарушение работы печени. Печень отвечает, мы дальше поговорим, за какое колоссальное количество биохимических реакций и как это восстанавливает только печеночную клетку, как мы можем профилактировать множество возраст ассоциированных заболеваний. Соответственно, люди с такими жалобами по эмоциональной сфере, по патологии кожи, мы должны поддерживать функцию депутоцида. Также, какие пациенты еще нуждаются в биологически активных добавках? Конечно, это пациенты с различными вредными привычками. Кто употребляет алкоголь, кто курит, кто употребляет какие-то токсические вещества, кто прошел какие-то лечения тяжелыми какими-то лекарственными препаратами, потому что любой лекарственный препарат, он патологически воздействует на гепатоцит. То есть гепатотоксичные антибиотики, гормоны, противовоспалительные препараты тоже из анамнеза можно выявить. Если человек принимал, обязательно нужно поддержать работу печени. Соответственно, люди с нарушением метаболических процессов, с сахарным диабетом, с нарушением траекторики периферических тканей, все они нуждаются в нутрицептиках, в нутрицептивной поддержке биологически активных веществах, которые будут восстанавливать и восполнять, соответственно, недостающие. Мы перешли к разделу, подразделу нутрицептиков. Что это такое? Это подгруппа биологически активных добавок, но преимущество их, и вообще они начали развиваться с 2000 года, преимущество их в том, что в нутрицептик включено вещество, которое проверено на лабораторных животных, в эксперименте, на продолжительность жизни, на качество жизни, на улучшение, на улучшение сопротивляемости стрессу, на иммунологические функции, на многие параметры, которые уже как бы доказаны, да, и в экспериментальных, и в клинических случаях. То есть вещество проверено. И, соответственно, в этих нутрицептиках, помимо макроиминуток, микроиминуток, витаминов, которые содержатся в миллиграммах, содержатся еще и минорные вещества. Это в микрограммах они могут содержаться. Это регуляторные пептиды, которые содержатся в малом количестве, но имеют колоссальное значение в усвоении имеющихся ингредиентов уже в биодоступности того, что содержит биологически активные добавки. То есть намного лучше идет усвоение. И они еще также воздействуют на биорегуляцию клеток, органов, систем. То есть они еще имеют значение в биорегуляции. Такую добавку 20 лет назад создала японская корпорация Japan by Products. Называется она Grace High. Я представляю ее. Это действительно такая фундаментальная добавка, в которой содержится все необходимое. Я не говорю, что это пилюля от старости. Нет. Конечно, к ней нужно подобрать еще дополнительные ингредиенты. Я в конце вебинара расскажу, какие желательно дополнить ингредиентами эту биологически активную добавку. Но основную, как костяк, как стержень для поддержания здоровья, эта добавка содержит. Что входит в ее состав? В состав входит в ее гидролизат плаценты свиньи. Она является лайнекоподобной, как и называется, лайнекоподобной. Потому что и лайнек у нас гидролизат плаценты, и здесь гидролизат плаценты с практически идентичным составом. Как и у лайнека, только в концентрации будет меньше. Потому что биологически активные добавки, они всегда в концентрации активного вещества имеют 30% от терапевтической дозы от лекарственного препарата. На этом не заканчивается ее положительное влияние, только что там содержится гидролизат плаценты. В нее входит также гамма-гинолевая кислота. Мы знаем, что это метаболит омега-6 кислоты, и мы тоже поговорим, насколько она важна для нашего организма. Также там входит маточное молочко. Мы знаем, что 400 компонентов различных микро- и макро- и аминокислот, ферментов, гормонов, маточки на молочке – это кладезь всего того, что вам нужно. Также входит в эту биологически активную добавку. И мощный антиоксидант витамин Е. То есть состав, сам состав настроен на то, чтобы поддержать все органы системы – и печень, и сердечно-сосудистую систему, и желудочно-кишечный тракт, и нервную систему, и кожу, и волосы, и ногти. То есть по всем критериям закрывается потребность организма в тех или иных элементах. Немножечко остановлюсь на том, что такое Grace High. Grace High – это та биологически активная добавка, которая провелена временем, которая создана в корпорации Japan White Products, которая изначально разработала, создала, плацентарные препараты. Это гидролизат процента человека Лаймек, это Куросен для мезотерапии, это плацентарная косметика GHC, и также она создает биологически активную добавку Grace High. То есть это передовой лидер по производству плацентарных препаратов. Практически 80% рынка по плацентарным препаратам покрывает эта корпорация. Создаются все препараты по GMP стандарту, соответственно, высочайшего качества переработки и качества производства. Вообще, эта компания существует с 1954 года, и, соответственно, она проверена на качестве своей продукции. Что преимуществами является? В том, что все животные, которые выращиваются для получения этой плаценты, они выращиваются на специальных пащищах, питаются определенным формом. Им не применяются антибиотики. Плацента, она перерабатывается, многократно тестируется, и самый основной плюс вот этого гидролизатора плаценты в том, что используется метод молекулярного фракционирования, так же, как и при лекарственном препарате Лаймек. Что это нам дает? Это нам дает большие преимущества по составу. Ни одна другая компания не смогла сохранить в активном состоянии активные центры факторов роста. Так как факторы роста вообще нестабильная достаточно субстанция, в этих препаратах, особенно гидролизатор плаценты, эти факторы роста находятся в нужном количестве, в активном состоянии. Это факторы роста фибробластов. То, что мы, как косметологи, понимаем, насколько нам необходимы эти факторы роста. Это во действии, соответственно, на фибробласты, на выработку коллагена, эластина. Это качество кожи, это упругость. Факторы роста эпидермиса. Так же самое это качество кожи, это процессы иммунных в коже, это процессы меланогенеза и так далее. Факторы роста гепатоцитов. Восстанавливает сам гепатоцит и, соответственно, нам помогает в огромном количестве возраста ассоциированных заболеваний. Инсулиноподобный фактор роста. Фактор молодости, да, считается. Соответственно, мы сохраняем, здесь показано то, что задала компания. Это вот перечисленные факторы роста, это цитокины, аминокислоты, это витамины, микроэлементы, минералы, ферменты. Все, что может вызвать аллергию, это высокомолекулярные эффекты, все, что гормоноподобные вещества, все убрано из препарата. Поэтому препарат абсолютно безопасный и задан через эти молекулярные веса проходит именно заданные молекулярные веса веществ, которые будут положительно влиять на наш организм. Вот здесь представлен состав. Соответственно, это запатентованный состав компании Japan White Products. Ни одна компания, другая, не смогла повторить такой состав с таким набором веществ. Это и цитокины, и факторы роста, и аминокислоты, и витамины, и аноклеиновые кислоты, минералы, энзимы. Я повторяю это, потому что очень многие плацентарные препараты только содержат аминокислоты, например, витамины, или аминокислоты с витаминами. Но пептидов там очень мало. А здесь именно регуляторные пептиды и факторы роста имеют ключевое значение в омоложении и в клинических эффектах этого препарата. Я немножко остановлюсь вообще для понимания, зачем нужны нам факторы роста. И насколько многие врачи, может быть, боятся, может быть, из-за того, что есть мнение, что они могут что-то простимулировать, как-то навредить. Я хочу пояснить эту историю. Факторы роста, они вообще с возрастом у нас всех снижаются. И, соответственно, организм нуждается в том, чтобы поступало, вот этот компонент именно восполнялся. И, соответственно, если он восполняется, факторы роста, они отвечают за деление клеток, за дифференцировку, за подвижность, за метаболизм в клетке, за своевременный апоптоз клетки. И когда факторы роста становятся меньше, эти функции в органных тканях, они нарушаются. То есть апоптоз происходит не вовремя, накапливаются старые клетки, не рождаются новые клетки, нарушаются метаболические процессы в стальных клетках. Соответственно, онкологическую клетку. Почему они безопасны? Да все очень просто. Дело в том, что факторы роста, как ключ к замку совпадают с мембраной того или иной ткани, той или иной клетки. Факторы роста эпидермиса с эпидермальной клеткой, факторы роста гипотоцита с гипотоцитом. Причем на мембране находится тот рецептор, который как раз и взаимодействует с фактором роста. Измененная онкологическая клетка не содержит этого рецептора просто. Поэтому никак не может фактор роста простимулировать или взаимодействовать с онкологической клеткой. Еще одна теория и наработка, которую исследовал профессор Гавала, который утвердил, что вокруг онкологической клетки находится пептивное облако, которое мешает иммунному надзору организма воздействует и нейтрализовать эту раковую клетку. И, соответственно, плацента, он исследовал огромное количество пациентов с четвертой стадии рака, плацентарные препараты нейтрализуют это пептивное облако и сами механизмы иммунные начинают уже работать с этой онкологической клеткой, нейтрализуя и нивилируя ее. То есть плацентарные препараты, они проверены не только на безопасность, но и на эффективность даже в онкологической практике. В Японии они входят в программу поддержки при химиотерапии. Это государственная программа. Соответственно, написана книга «Иммунология беременности и рак», которая доказала эффективность препаратов из плацента при онкологических различных патологиях. Поэтому вопрос, если останется по онкологии или по безопасности, мы еще потом можем обсудить. Соответственно, фактор роста у нас, который входит в наш препарат, он имеет сугубо положительное влияние и улучшает обменные процессы, диссерницировку, пролиферацию тех органов, на которые, тех тканей, на которые он предназначен воздействовать. В препарате также содержится большое количество аминокислот. И незаменимых, и незаменимых. Мы все понимаем, что любой белок содержит определенную последовательность аминокислот. Из этого состоит любой орган. Причем в каждом органе аминокислоты на последовательность будет и вообще будет разная. Соответственно, нам интересны те аминокислоты, которые это все аминокислоты, которые содержатся в препарате перечисленном. Мы видим, насколько они играют огромную роль и в деку умообмене, и в обмене жировом, и в выработке различных медиаторов. Я не буду останавливаться на этом, потому что это, в принципе, общеизвестные факторы. И я хочу только вам показать, что в препарате находятся незаменимые аминокислоты, которые не вырабатываются в организме и которые привносятся только при помощи продуктов или биологически активных добавок. Вот эти незаменимые аминокислоты, они выделены у нас красненьким, и мы видим, насколько они важны в построении различных органов, в каком количестве, в большом они входят в важных функционирование различных органов и систем. То есть, принося их, они как строительный материал улучшают работу наших органов и систем. Вот также в препарате содержатся у нас противовоспалительные и провоспалительные ацетокины, и преимуществом этого является то, что препарат является не стимулятором, а именно модулятором иммунной системы. Это я уже как бы убедилась в этом, на том, что вот у меня пациенты были и с рецидивирующим герпесом, и с этапическим дерматикой, и с псориазом. Там абсолютно разный иммунологический ответ и причин иммунологических сдвигов, да, вот при этих заболеваниях. И этот препарат выравнивал как раз те показатели, которые были в гиперфункции, приводил в норму, и в которых были в гиперфункции, приводил также в норму. Ну, например, вот при атопическом дерматите это иммуноглобулингия снижался в разы, да. Т-клеточный иммунитет там тоже был, у большинства пациентов в гиперфункции. Также эти клетки приводились в норму. При рецидивирующем герпесе интерфероны всегда понижены, мы их повышали при помощи этого препарата. НК-активность повышалась. То есть за счет вот этих равнонаправленных цитокинов мы можем регулировать, именно нормализовать иммунный ответ организма. Это тоже очень важно в понимании, что в препарате есть те цитокины, которые никак не стимулируют, а именно модулируют и восстанавливают иммунный ответ. Так как препарат, гидролизат вообще плаценты и у нас в регистрии, и в Японии, в большей степени как восстановление печени, там содержится большое количество факторов роста гипотоцита, я бы хотела бы остановиться на как раз вот преимуществах вот того, что этот фактор роста находится в этом препарате. Дело в том, что восстанавливая, помогая функции гипотоциту, мы восстанавливаем огромное количество метаболических процессов. Вы видите на слайде, насколько печень ответственна за огромное количество синтеза веществ. Это и белки плазмы, то, что иммунная система, это альбулина, глобулина, это и реология крови, фактор свертывания крови, это коферменты различные, это выработка желчи, от состава желчи тоже много что зависит. Также это различное депонирование витаминов, то есть огромное количество биохимических и синтетических способностей выполняет печень. Более 400 биохимических реакций в ней происходит. И, соответственно, восстанавливая функцию гипотоцита, мы улучшаем практически многие возрастно ассоциированные заболевания. Мы видим, что ответственно за белковый обмен, за углеводный, за липидный обмен. И восстанавливая эти обменные процессы, мы улучшаем функцию, да, это желчи образование. Нормализуя количество желчи и качество желчи, мы уже получаем то, что в кровь уменьшается поступление холестерина. Если количество и качество желчи нарушается, если изменяется фермент 7-альфоредуктаза, который переводит холестерин, холестероз в желчные кислоты, то поступает большее количество холестерина в кровь, соответственно, это атеросклероз, в соответствии на это различные сердечно-сосудистые патологии, да. То есть, при атеросклерозе лечить надо гипотоксин, лечить надо печень. Также при нарушении качественной и количественной желчи поступает 12-перстная пешка, нарушается биоциноз. Когда желчи не в нормальном химическом соотношении, убиваются полезные бактерии в кишечнике и размножаются вредные. Соответственно, биоциноз мы понимаем последствия всего, это нарушение проницаемости кишечника, это всасывание высокомолекулярных белков, это аллергизация организма, это нарушение выработки нейронизиаторов, и так далее, и так далее. То есть, также восстанавливая гипотоксин, восстанавливая состояние желчи, мы также поддействуем на биоциноз кишечника. За иммунную систему, да, то, что мы проговорили уже. Также печень ответственна за нейтрализацию гормонов. То есть, если печень не справляется с этой функцией нейтрализации гормонов, гормоны поступают обратно в кровоток, и организм воспринимает этот момент, что гормоны есть, и перестают эндокринные железы вырабатывать, вититизировать новое. Да, и получается, как бы гормональный дефицит, который потом приходится восполнять, опять же. Но, если понять, в чем первая причина, восстановив гипотоцик, восстановив иную функцию, восстановив иную дитоксикационную функцию, то можно обойтись и без гормонной действительной терапии. То, что я сказала, что уровень холестерина уменьшается, да, при восстановлении гипотоцита, восстанавливается реология крови. Мы это увидели в институте офтальмологии. Там было исследование на бульбарной части конъюнктива, смотрели сосуды, и обнаружили при использовании гидролизатора плаценты появлялись новые сосудики. Вот, если вы видите на первой картиночке это сладжи, такие, которые скопления, нарушения тропики, да, уменьшения скорости кровообращения за счет этих сладжей, соответственно, это влияет как раз на состояние того органа, где, значит, периферические нарушения эти есть. если это в глазах, это нарушение зрения, если это в коже, то это нарушение трофических изменений в коже, то есть кожа становится тусклая, бряблая, морщинистая и так далее. То есть тропика отвечает за все поступление писательных веществ в необходимые ткани и вывод всего мусора через венозный отток всего лишнего. Соответственно, когда это нарушается, происходят те или иные патологии в этих органах. Так вот, при гидролизате плаценте мы видим увеличение новых сосудов образования, увеличение скорости кровотока как в венозном, так и в артериальном отделе. Это нам как раз и дает те возможности по регенерации тканей. Кстати, было исследование, где сравнивали гидролизат плаценты с срокосерилом и получили следующие данные, что регенерация увеличилась, улучшалась при срокосериле на 7%, при применении гидролизата плаценты на 15%. То есть в два раза быстрее регенерация происходила. Это, конечно, не только из-за сосудистого компонента, из-за того, что там находится фактор роста сосудов, из-за того, что это получается трофические различные процессы, реология улучшается. То есть там есть симптомы комплекс, регенерация идет за счет факторов роста лучше, то есть множество факторов, которые влияют на этот показатель. Поэтому нам, дерматокосметологам, в том числе это важно понимать при различных травмированиях, травмирующих процедурах, и понимать, что эта пищевая, биологически активная добавка может нам помочь в регенерации, более быстрое восстановление кожного покрова. Итак, мы разобрали то, что восстанавливается печеночная ткань, восстанавливается сердечно-сосудистая система, трофические процессы, и человек после приема такой биологически активной добавки чувствует себя более лучше. Я ее лично сама понимала и могу на себе сказать, что легкость, улучшение сна, больше энергии. Так и наши пациенты отмечают за счет того, что гидролизат плаценты имеет такой состав, отмечают и улучшение памяти, и уменьшение раздражительности, и снятие синдрома хронической усталости, и на кожу влияет очень хорошо, повышается увлажненность, турбор, улучшаются морщины, цвет кожи, даже пигментация становится менее выраженной. То есть это симптомы комплекс, который нам дает только вот это активное вещество гидролизат плаценты, который входит в данный биологический активный добавок. Соответственно, как мы уже сказали, что на этом компания не остановилась, они усилили и привнесли еще компоненты, которые также играют на органы системы и на состояние кожи положительное влияние. Это гамма-линолевая кислота. Она также у нас является дефицитом большинства. Ну, мало кто принимает столько рыбы, масла, чтобы ее как бы восполнить необходимый компонент. И еще одной причиной дефицита гамма-линолевой кислоты является то, что из омега-6 кислоты для того, чтобы она перешла в гамма-линолевую кислоту, нужен фермент. Фермент 6, дельта 6 десятураза. И как раз этот фермент он очень в многих заболеваниях находится в дефиците. Поэтому переход омега-6 кислоты в гамма-линолевую кислоту он нарушается и происходит дефицит. Такие заболевания, как диабет, вирусная инфекция, различные язвенные болезни, дефицит по микро-макроэлементам как раз и делает дефицит по этому ферменту. И при этих состояниях гамма-линолевая кислота становится мало. В чем ее потенциал? Дело в том, что она у нас ответственна за то, что переходит в простагландинье, превращается в простагландинье, а он как раз и обладает и противовоспалительным, и нейропротективным действием, и улучшением сосудистых процессов, и улучшением качества кожи. то есть за счет вот этих вот этого перехода в организм происходит множество полезных для здоровья метаболических процессов. витаминь по поводу витамина Е я тоже не буду долго останавливаться. Просто скажу, что компания принесла в эту биологически активную добавку витамин Е как мощный антиоксидант. мы все понимаем, что сейчас с тем, что множество факторов, которые влияют на образование свободных радикалов, это и загрязнение воздуха, и прием пищи, которая содержит очень много различных вредных уже компонентов, это стрессы, все. У нас тотально огромное количество свободных радикалов, которые как раз и ответственны за онкологию развития, за повреждение ДНК, за повреждение различных органов, тканей, клеток и так далее. Вот витамин Е как раз предотвращает эти процессы и восстанавливает как раз и клеточную мембрану, защищает ДНК, защищает клетки наши, улучшает сосуды, улучшает память, и улучшает многие показатели за счет мощного антиоксидантного эффекта. И последний компонент, который в принципе является, ну, мы все понимаем и знаем, что такое маточное молочко, это кладезь биологически активных веществ, там более 400 активных биологически активных веществ, которые в принципе позволяют восполнить весь тот дефицит, который у нас накапливается с возрастом. Это огромное количество витаминов, микроэлементов, макроэлементов. Все это улучшает состояние здоровья, обладает антибактериальным, противовирусным, регенераторным действием, повышает либидо, улучшает самочувствие. То есть маточное молочко, я не буду тоже много на нем останавливаться, так как это в принципе в синергизме со всеми другими компонентами обладает огромным потенциалом выздоровления в омоложении и улучшении состояния. И то, что в препарате есть гидролизат пациента, он как раз и вот эти пептиды и помогают более биодоступности всех тех ингредиентов, которые входят в эту капсулу. То есть это большое преимущество, что в препарате есть не только микро, макро и витамины, но и пептиды, которые помогают усвоиться этим веществам. Итак, подводя итоги, мы можем сказать, что наши пациенты, которые приходят к нам эстетическими процедурами за омоложением кожи лица, за омоложением кожи волос, ногтей и так далее, за учением своих эстетических параметров, мы должны им предложить омолодить организм не только снаружи, но и изнутри, объяснив, что восстанавливая структуру печени, сердечно-сосудистой системы, помогая антиоксидантной таблии, выполняя по микроэлементам, макроэлементам, мы можем предотвратить огромное количество возраст-ассоциированных заболеваний. Что ощущают пациенты после приема данной биологически активной добавки? Легкость, повышение энергии, уходит синдром хронической усталости, улучшается память, нормализуются функции печени, желудочно-кишечного тракта, улучшается состояние волос, ногтей, укрепляется иммунитет, пациенты реже болеют вирусными инфекциями, если у кого была герпес-вирусная инфекция, также рецидивы становятся реже, и они становятся короче. То есть мы привносим в их жизнь не просто красоту, а красоту через здоровье. Как же мы назначаем данную нитритептик? В одну капсулу компания не смогла внести все необходимые ингредиенты, поэтому дневная норма этой добавки это 3-4 капсулы. Желательно пропевать один раз один месяц, можно до 3 месяцев продлить этот курс, и на 3 месяца делать перерыв, затем можно продолжать. Как сочетать с программами, которые есть в клинике? Если у вас есть уже препарат Вайне, если вы используете этот препарат в своей практике, то конечно совместно это нет смысла их назначать. Нужно сделать пациентарную терапию препаратом Лайнек, затем в виде поддерживающей терапии до следующего курса назначить Грейс Хай. Это будет оптимальная история. Если это как мионотерапия или как сочетание с эстетическими процедурами, то это на месяц или на 3 месяца соответственно одновременно с любыми другими эстетическими процедурами. И что я еще хотела сделать акцент, что конечно же пилюр от старости не существует и это не панацея предлагаемая биологическая активная добавка. Хоть она содержит огромное количество веществ и которые решают множество проблем, мы должны понимать, что по каким-то моментам допустим по железу, по кальцию, по цинку у человека может быть индивидуальный провал того или иного ингредиента. Здесь очень важно при обследовании назначить полноценный список анализов, где будет выявлено уже индивидуальное количество микро-макроэлементного состава и дополнить эту добавку вот именно теми ингредиентами, которые человек индивидуально должен дополучить в своем рационе. С этой добавкой я бы порекомендовала также одновременно принимать омега-3 жирной кислоты, потому что в принципе гамма-линолевая кислота относится к омега-6, они должны быть в соотношении 1 к 4. Вот. И соответственно 1 это омега-6 и 4 это омега-3. Поэтому вот восполнять омега-3 жирной кислотой это очень важно и ее бы я вообще рекомендовала не вкусовое применение, а пожизненное, потому что она нам всем очень необходима и нужна. Также практически у всех пациентов, которым я занималась противовозрастными программами, у которых я проводила анализы, был тотальный дефицит витамина D. В той или иной мере, но дефицит был всегда, поэтому обязательно или обследовать пациента на витамин D и привнести его в качестве добавки, либо просто профилактически назначать витамин D. Ну и также кальций также очень важен. И рекомендовать спорт, здоровый сон, поменьше нервничать, соответственно проверяться чаще на уровне хорестерина, на уровне гликозы в крови, это обязательно нужно контролировать. Вот, соответственно правильный здоровый образ жизни, потому что питание и наш образ жизни это 80% успеха. если мы с молоду будем восполнять, предупреждать и улучшать работу наших органов и систем, то соответственно это нам организм скажет огромное спасибо и будет нас радовать долгие-долгие годы. Соответственно я завершаю свой вебинар. Вот, если у кого-то вопросы, я их жду. Так, обращайтесь к нам в корпорацию в указанном мере. А как-то выключать на поле? Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...